Всем привет! Сегодня с вами Басон. Сегодня я расскажу о игре Click of Heroes. Это новый кликер, который вышел в 2015 году, я помню, в марте что ли. Кликер достаточно интересный, даже, можно сказать, это игра, которая играет без вас. Дело в том, что в игре, как видите, есть монстры, которых мы должны убивать кликами, нанося ему урон и собирать золото, чтобы покупать новых героев или поднимать уровень текущих. Плюс также мы будем покупать им способности, а также эти герои могут быть экипированы особой, которую будет потом вы получать. Но начнем с того, что по поводу слов, что игра играет без вас. Первый герой, который вам будет доступен, это будет этот герой. Он, видите, у меня прокачан до 200 уровня, при этом я уже сделал перерождение для всех героев. То есть вы качаете всех героев, покупаете, как видите, это еще не все. Можем смотреть список полный. Как видите, у меня еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь героев не было получено до перерождения. При этом я переродился на 150-й зоне. Как видите, у героев есть усиление уже, у этого два артефакта имеются, усилители. При этом, когда получаете артефакт, внешность героя тоже меняется. Видите, кликерский герой, он не отображается здесь. То есть плюс вот эти герои и плюс один. Вот этот герой, первый, он отвечает за урон автокликом. Ну, точнее автокликом, а кликом мышки, которую нажимаете. Видите, 260-е. То есть этот герой только отвечает за вашу атаку кликом мышки. Остальные герои уже начинают автоматическую атаку. А как только вы вот этого героя второго получаете и качаете хотя бы один уровень, начинается наноситься автоматически вот этот урон. Как видите, я даже мышкой не касаюсь, не нажимая ничего по монстрам, могу убрать ее оттуда. И урон наносится. Монстры умирают. Также качая дальше героев, получая, они автоматически тоже начинают наносить урон. При этом при наведении на героя вылазит вот такое окошко, где, соответственно, клик дамаг мой. При следующем уровне дамаг. И, в общем, вот так каждого героя. Вот видите, у него уже дамаг 0% из общего дамага, который наносится героями. При этом герои, по-моему, насколько помню, каждые 200 уровней и дальше множитель идет на 4, а когда 1000, уже на 10. Если я не ошибаюсь, конечно. Герои, видите, вот у меня вот этот герой внешне это меняет. Вот этот. Артефакты после перерождения сохраняются. Способности героев качаются на каждом, по-моему, 25 уровне. То есть, первая способность она получается только на 10, а остальные все идут 25, 50, 75, 100, 125 и так далее. Но у него все герои в одинаковое количество способностей. Как видите, если раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь способностей, здесь уже пять, здесь шесть, четыре и так далее. При этом есть такой персонаж МХТЭП, у которого есть последняя способность, она, по-моему, четвертая или пятая идет. И при ее клике у вас перерождаетесь. То есть, у вас сбрасываются все герои, вы, понимаете, начинаете все заново, у вас этот герой остается. При этом, что изменяется? У вас здесь есть такой вот Hero Soul. Они будут получаться за особых боссов, которые появляются на пятых зонах. То есть, каждая пятая зона это босс. С Ореолом особым. Их можно также получить за кристаллы в магазинчике таком. Также здесь есть голда, плюс какой-то бонус, три рандомных артефакта, которые раздают 50% дамага. Но после перерождения этот дамаг будет процент увеличиваться. Вот этот появился новый какой-то рандом реликты. А вот здесь Hero Soul. И плюс Ascension. Ascension это то, что после перерождения при способности МХТЭПа у вас добавится плюс одна душа. Вот за каждый вот этот Ascension. Плюс за 2000 уровней героев вы будете получать одну вот этот Ascension для дальнейшего перерождения. Также кристаллы, где вы можете брать. Это вот эти апельсиновые рыбки. Или как они похожи и на апельсины с хвостиком рыбки. Не знаю, чем руководствовался разработчик, создавая таких персонажей. Нажимаете, получаете много золота. При этом вот здесь может быть один рубин, может быть два, может быть вообще ничего. То есть приходится кликать достаточно долго, чтобы поймать. Можно, конечно, за донат, но это кому надо. Такой игре, тем более донат не надо. Как видите, дамага дофига наносится. Деньги сами купятся уже чуть ли не квадриллионами, триллионами и так далее. Единственное, что здесь вот, скажем, я уже дошел до 75-й зоны. По дамагу у меня уже достаточно, чтобы босс убить. Также, кроме того, что способности они как пассивные идут. То есть для нас они пассивные. А также есть активные. Как видите, вот они способности. Это клик 30 секунд. То есть безостановочно 30 секунд будет кликать, увеличивать дамаг на 30 секунд. Там еще критический дамаг поднимает на 50%. Там золото за каждый клик, еще что-то. Там ритуалы всякие. Как я читал на форумах, самая лучшая комбинация из этих скиллов это 8, 1, 2, 3, 7. Остальные это идут, вот эти два наклика. Этот скил последний дает нам возможность сбросить кулдаун скилла последнего, по-моему, заюзанного на час. То есть скилл часовой, то есть он сразу кулдаун сбросит ему. Как видите, героев уже, в принципе, достаточно много. И при этом, как видите, уровень 200, и там я закачивал до 2000 уровня. И то уже доходил до того, что герой вот этот Frost Leaf был куплен. Dark Knight у меня открылся, но я не смог его купить. Потому что он стоит там, что ли, 10 тысяч с префиксом U. Я даже такого числа не смог набрать. У меня несколько дней тупо копились деньги. Я только на префикс N дошел, и то на U не хватило. При этом у меня еще другие неоткрытые герои. Также могу сказать, что качать как лучше. Если вы начали играть, вы качаете, в принципе, даже можно не качать первый уровень героя сразу. Хотя бы качать вот из-за способностей. Хотя бы до 10-го докачивайте. Выходите на 5-е вул зоны. Качаете хотя бы первый уровень из этого 3-баста. И начинаете его немножко раскачивать. Тогда начнет автоматический дамаг идти. И можно уже, в принципе, не кликать, а просто сидеть, ждать, когда будут накапливаться деньги, чтобы его проапгрейдить. Как только начинает доступен у героя быть следующий, Лучше его сразу купить первый уровень хотя бы. И дальше будет уже полоска здоровья мобов убирать быстро. И можно будет накопить деньги на следующего героя. И так хотя бы по уровню первого героя покупать. Как видите, вот сейчас покупаю. Потом начинаете, как только дофига денег нужно будет за следующего героя, хотя бы прокачивать способности всех для героя. Но не качать уровень свыше, который необходим для способностей. Скажем, 5 способностей, это 125 уровень. Значит, качаете 125 и покупаете способность следующего. Вот, скажем, Абадон у нас идет у него 175. Есть такая хитрость в игре, что при нажатии левого контрвола у вас слева покажется множитель x100. Это значит, что для покупки сотого уровня апгрейда сразу на плюс 100, при апгрейде вашего героя, нужна вот такая сумма денег. Как видите, у меня ее нету, потому что это очень большое число еще. Также есть клавиша Z, при нажатии которой появляется показатель x25. Видите, у меня денег хватает. Покупаю, и следующая способность. Dark Ritual. Видите, у меня открывается снова способность. Следующие 25 уровней этого героя будут стоить вот такую сумму. Также есть левый shift, если зажать, то появляется множитель x10, то есть 10 уровней для нашего героя. Как видите, желтым подсечены просто герои, а таким ярко-желто-оранжевым, скажем, это уже те, которые имеют реликты. При этом такая фигня состоит, что побеждая босса, вы получаете подарок. И то не всегда, конечно, после, по-моему, сотой зоны, что ли, получаете подарок, здесь в углу подображается. В нем можно получить одно из снаряжения, что ли, которое идет для героя, которое имеет его внешний вид и при этом увеличивает его дамаг. При этом на одного героя может быть не одна такая реликтовая вещь, и при этом она как бы складывается с предыдущей, то есть, скажем, у меня здесь 104, 104, то есть уже две вещи имеют, но внешний вид так и остается после первого заменения, ничего не меняется. Скажем, у меня уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять героев имеют такие снаряжения, и при этом два из них уже имеют по два. Можно покупать их с помощью кристаллов, я говорил, либо после боссов. Также здесь у вас есть дамаг автоматический, вот он отображается, кликовый дамаг, души, статистика у вас есть, вот она, сколько дней проведено. 16 дней я уже играю в эту игру, и то, так скажем, 16 дней, это грубо сказано. Из них 16 дней тупо заходят, чтобы купить героев, способности, либо там потыкать кристаллы, чтобы что-то купить. При этом эти монетки собираются сами, либо их можно мышкой водить. Кстати, в статистике отображается количество убитых боссов, монстров, и все остальное. А вот эта вторая графа, это достижения. Тут набор денег, проход, например, зона убийства героев, набор, сколько-то... Hero's Soul, дамаг нанесенный какой-то, там, автоклик, и сколько кликов выполнено, там, золото выиграно, вот, видите. Там даже есть достижения по убийству боссов. Вот, еще боссов убито. Видите, процент снижения, сколько сейчас выполнено, сколько осталось. Такие достижения можно выполнять легко, скажем. Берете, где у вас зона умирает очень быстро моба, и успевает резнуться, то есть нет задержки. И также боссов можно так убивать на количество. При этом каждое вот это достижение плюс 5% ДПС он дает. Видите, у меня уже 44%, это все у меня за 16 дней. Потом у вас после сотой зоны появится вот эта графа, где можно, типа, аналогичных божеств, что ли, нанять. За вот это именно души. При этом, видите, их дается по 4 на выбор. Выбираете одного. Не думайте сразу сжать Relo. Потому что, если вы нажмете, то вы просто, как это делать, перемешаете, но комплекцию богов вам выдаст, а вы не сможете нанять и потеряете души. Дело в том, что вы можете выбрать одного из четырех божеств только, и вы смотрите, у них бонусы есть. Максимальный уровень у них, по-моему, написано на 25-й. Ну, да, прибавку дает, по-моему, на 5-ю. И вот, видите, разные, а не бонусы имеют свою. Вот, минус 2% жизни босса. Это выгодно, потому что боссы здесь потом очень жирные, их трудно убить даже со скиллами, со всеми запущенными. И кликом. У меня куплено сейчас пока 4 божества, и я их не апгрейдил, потому что я каплю кристаллы на другие божества. Также вот здесь появилась графа у меня после перерождения про реликты какие-то, которые, я так понял, покупаются в шопе вот здесь вот за вот эти рандом реликты, за 40 кристаллов. Не знаю, что они дадут, потому что я еще не играл, так и понимаю, они как бы общие дома какой-то увеличивают, какие-то бонусы дают. Пока это у меня первое перерождение, так что я не могу сказать, что будет дальше точно. Могу сказать, что игра, в принципе, интересна так, но не сидеть занудствовать. То есть, если вы прокачали героев с автошотами, то просто достаточно потратить деньги, которые у вас есть на то, что у вас проапгрейдить, как вы рассчитывали, планировали. А потом просто закрыть игру, и она будет продолжать дальше сама, грубо говоря, на сервере продолжать играть. То есть, вы запустите, у вас будет уже новая сумма денег накоплена за это время. И, кстати, после первого перерождения, даже не перерождение, а после сотой зоны у вас появляется вот этот фарм-мод. То есть, если у вас дамага прям дофига, и вы уверены, что у вас даже боссов будет осиливать ваши герои, вы просто нажимаете на него, и автоматически идут по зонам дальше герои. При этом перейти на зону, следующий, нужно убить 10 мобов на одной зоне, переходите дальше, и так до 75-ой. На 75-ой вас будет ждать босс, один босс, и нужно уложиться в 30 секунд. Если вы не укладываетесь, то происходит следующее. Босс заново сбрасывается, и вы начинаете заново убить. То есть, если у вас не хватает дамага, то вы не сможете убить. При этом, если клик, ну, формат включен, он просто переключится на последнюю зону, и будет последнюю зону фармить. При этом, ну, видите, здесь можно визуальность менять, здесь это сайт игры, это твиттер. Здесь в настройках можно как убрать надписи различные, так и сделать фуллскрин или полуэкран, там, окошечный режим. Также можно, там, увеличить мобов, можно уменьшить их. То есть, мобы будут таких размеров здоровых. Ну, конечно, это не особо прикольно, но, в принципе, могу сказать, что боссы будут таких же размеров, что и мобы, если вот так вот уменьшить их. Вот, видите, опять рыбка вот рубина получил. Теперь у меня 12 рубинов, и так вот копить их. Рубины автоматически формат не собирает. Так, музыку я выключил, потому что она вот такая. Она однообразная, то есть, она уже потом надоедает просто, чтобы услышать ее. Из звуков тут убийство, это такое. Это какие-то пинки там, кого-то отпинали. Давайте перейдем на 75-ю зону. Кстати, между прочим, переход на зону золотого остается здесь. Переходим на босса. Видите, идет урон. Включаем скиллы. И видите, как происходит. Можно уже на боссах фармить. Фу, с боссов получается золото больше, чем с мобов. Но они жирнее и дольше убиваются. Некоторые боссы очень жирные и дальше идут. То есть, их проблемно убить. И поэтому приходится качать героев, уровни ему брать. А когда уже, в принципе, вы упретесь в такой степени, что у вас герои прокачаны по уровню скиллов, а следующий скилл... Герои очень долго набирать на него деньги и, в принципе, купить не получается. Вот, скажем, следующий герой мне стоит вот такую сумму. Чтобы фармить недостаточно несколько часов, там, посидеть, в принципе, уже дальше по зонам. Но это долго. И герои здесь не прокачаны. На обстоятельстве, что с картиной вот такая вы прокачаны, вот здесь уже все куплены. И вот так вот стоите на одном герое, ждете деньги, чтобы на него купить. Для этого можно просто начать с начальных уровней автошотовских героев и качать ему уровни. При этом их множество. Не забывайте, что 200 уровней героя на x4 дают множество. 1000 на x10. И при этом у вас там, может быть, такое, скажем, 0 изменится до 30% и больше. Следующий герой, конечно, носит больше уровня, скажем, видите, Т, тоже 50 тысяч, а этот, грубо говоря, 2Т. Ну вот и считайте, что у вас следующий герой будет сразу резко ускорять фарм, но при этом на него нужно фармить. Предыдущие герои могут также увеличить свой дамаг за счет этих снаряжения, уровней и скиллов. Но скиллы, конечно, купленные уже все ничего не дадут, они увеличивают дамаг. Эти рыбки могут, кстати, очень часто появляться, может, редко. Также в игре есть такая фигня, как рандомная пчелка. Здесь наверху пролетает пчела, в течение ее полета надо ее закликать, так сказать, убить. Потом типа покажется сообщение, что отличные клики и все такое. И произойдет либо выбросить золото, определенная сумма, то есть вы получите деньги, либо активировать какой-то из скиллов произвольно. То есть они не уйдут в кулдаун, они будут также активны, но при этом они будут активны сами на мобах. То есть, скажем, автоклик у вас может вдруг активироваться сам, но при этом он останется активным. То есть еще можно будет сразу же после этого еще раз активировать. Давайте я включу фармер, сейчас босса убьет и автоматически перейдет на 76-ю зону. Вот видите, 76-я зона, 10 мобов надо убить. Видите, дамаг уже достаточно большой. Вот рыбка опять появилась. Видите, ничего не выпало. То есть все это тоже рандом. Зона, конечно, меняется каждые 5 уровней, по-моему, внешний вид их. Сейчас, смотрите, перейдет автоматически на 77-ю зону. Ну вот. Еще 3 скилла. Пока недоступны. Это в следующих героев они будут. Игра, в принципе, такая. На первый взгляд сначала интересная, но потом уже надоедает вот это сидение фарма денег, задротство. Вот такие снуки, кстати, появляются. Это как мобы. Они больше золота содержат, чем обычные мобы. В принципе, здесь можно как? Здесь можно рубины собирать и херусол, и огрыть божеств. Покупать их. Либо вот эти усовершенствования для героев. Они будут увеличить их дамаг. Либо стараться скупить всех героев. Но это, конечно, долго будет. Потому что, если Дрэд Кнайда я не купил, а Фрослиф у меня был там на мелком уровне, он тоже дофига требует денег для апгрейда. А вот этих я вообще даже еще не открывал. То есть, я не знаю, сколько они будут стоить. Там говорят, что там можно довести деньги до бесконечности. Но там это просто ужасно. Надо фармить, наверное, по времени. Если мне 16 дней заняло фарм до уровня Фастлайфа, и при этом перерождение Реборна, и вот так вот по 200 пока только несколько героев, то, извините, там, наверное, денег дофига, нужно будет и времени. То есть, нужно как минимум добиться большого дамага, чтобы все фарм шел. При этом то, что вы фармите, у вас эта полоса, с каждого уровня все будет медленнее и медленнее идти. Если вы столкнитесь с такой ситуацией, что, скажем, она очень медленно идет, а это еще не боссы, а мобы могут быть такие. Вот на 150-й волне переродился, там 149-й тоже долго шла. Можно качать либо дамаг, либо просто отойти на несколько волн назад и оставить на фарме, где вот достаточно быстро волна будет умирать. И, в принципе, нормальные деньги. При этом, каждая следующая зона больше денег с моб. Ну, в принципе, игра, я думаю, поиграть можно, но долго сидеть тоже не получится. Так бывает для тех людей, которые зашел, покликал, распределил параметры и ушел. Это так же, как игры ВКонтакте, одноклассники, как повременные, которые, где не нужно сидеть, там, скажем, какие-то действия сделал, уже время, там, кулдаун идет, и пока время кулдаун, там, выходишь из игры, идешь, там, делами занимаешься, заходишь, там, проверил, что там происходит, там, что-то новое сделал, построил, ставил на постройку, там, на создание, и пошел, там, пить чай, гулять, там, куда там, кто, в школу, кто на работу, кто по своим делам. Потом зашел, посмотрел. Здесь так же можно, здесь на вас никто не нападет, золото вы не потеряете, единственное, что после реборна вы теряете все свое золото и героев. Это надо помнить. Насчет кристаллов я не знаю, и сказать не могу, потому что я не перерождался с кристаллами, я их все тратил перед перерождением. Ну, в принципе, заново как-то быстрее начинается все равно, но тоже время нужно. Эти боссы достаточно жирные уже, видите, даже не справляются герои без скиллов вообще, даже до середины не дошло, при этом время, видите, не хватает. Сейчас сбросится на заново босса время. Видите, другой босс, а, нет, видите, это уже обратно запросит, то, что мы не осиливаем босса. Так что вот, вот мы останемся, получается, здесь и будем фармить эту зону. До следующего покупки героев. До следующего героя, видите, как в 50, 50 раз сильнее предыдущего, получается. Ну да, 50 раз. При этом, даже если герой-то у нас уже колоссальный, там будет S префиксы, там большая S, там даже такого дамага не будет хватать на боссов, потому что боссы придется использовать под скиллы именно. Еще раз напомню, что 8, 1, 2, 3, 7, это самая лучшая комбинация, как вроде люди определили по ДПСу. При этом все скиллы занесены, как и на ходке, это от 1 до 9, по-моему, да. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 скиллов, да. От 9 скиллов, это будет ваша помощь на боссах, а не на волнах. Волны автоматически умирают, там ничего страшного, там времени нет ограничений. Так что, в принципе, поиграть можно, конечно, но задротствовать не стоит. Всем спасибо за внимание, ждем дальнейших видео, ставим лайки, подписываемся. Всем спасибо и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok